всем привет вы на информационно образовательном youtube канале адвоката попова и сегодня мы будем говорить про продажу конфликтных долей или конфликтной дуле здесь пропис стену стену поставлю еще кирпичную разделю дверь поставлю туалет и все и вход другого общего пользования огромное спасибо тем кто подписался ставит лайки чтобы наше видео увидела как можно большее количество людей спасибо тем кто пишет комментарии я вам всем очень благодарен это помогает мне в работе комментарии имеют достаточно широкий спектр от спасибо за ваше видео они меня заставили задуматься как же мне поступить и как оставить наследство до будьте осторожны это мошенники они вас обманут отберут вашу долю и оставят вас ни с чем всем спасибо продолжайте комментировать у каждого свое мнение я даже не буду об этом спорить я вижу своей задачей проводить такие мероприятия рассказывать о правовых возможностях собственников долей невзирая на то конфликтные они или нет и помогать людям разрешать их жизненные ситуации которые складываются в течение времени я работаю про бона как говорили древние римляне то есть для общественного блага никаких долей я не покупаю и не продаю ставьте лайки подписывайтесь работаем дальше на дворе у нас 2022 год чуть не забыл какой год мы обещали что к середине июня мы проведем точнее завершим конкурс подведем его итоги по слогану который нам пришлют со словом доля и со смыслом доли наши зрители вот такую футболку выбрал победитель это николай из екатеринбурга и ему мы отправляем этот небольшой приз слоган николая звучал так и мы с глебом единодушно посчитали что этот слоган наиболее верные и наиболее характерные для вот тех ситуаций которые мы рассматриваем и о которых мы говорим добрая воля тире легкая доля восклицательный знак надеюсь вы нас поддержите итак июнь 2022 года у нас характеризовался тем кстати как и мая что резко упали количество сделок на рынке как первичной недвижимости так и вторички люди которые владели долевой собственностью в жилье и эта собственность у них была длительное время не востребована это наследство и какие-то еще объекты в долевой собственности эти люди стали задумываться о том что в связи с экономическими финансовыми сложностями кого-то кредитная нагрузка у кого-то необходимы денежные средства на текущую жизнь они решили от этих долей избавиться продать их и вокруг этого начались определенные конфликты с их садовщиками которые там проживают и который длительное время даже не вспоминали что у них есть какие-то садовщики важно подчеркнуть что при продаже конфликтных долей гонорар риэлтора увеличивается в два или в три раза за счет того что работу он проводит в несколько раз больше нежели чем при продаже обычной квартиры или объекта недвижимости всегда встает вопрос а каков вообще рынок долевой собственности мы будем говорить только про москву если мы год назад заглянули бы в паблик на сайты где продаются объекты недвижимости мы бы увидели порядка 400 объектов которые находятся в долях и вот кто-то продает долю сегодня этих объектов уже 500 и их количество будет неуклонно расти связи с изменением экономической финансовой ситуации у массы людей те доли которые длительное время стояли сейчас выходят на рынок примерно по моим подсчетам рынок долей 100 раз больше чем то количество которое выставлено на продажу в паблике то есть если мы говорим их 500 сегодня долевых объектов то на самом деле их порядка 50 тысяч это как минимум откуда они берутся ну мы понимаем это наследство это разводы супругов это и приватизация ну и впереди у нас еще доли которые были получены детьми по материнскому капиталу это бомба замедленного действия которая чуть позже сработает почему люди их не раньше не продавали ну во первых было как-то неудобно перед родственниками второе по всей видимости это некая конфиденциальность ну и как-то вот некогда было этим заниматься в силу этого доли были особо не востребованы сегодня ситуация изменилась и они активно выставляются на продажу все это вызывает несомненно личностный конфликт содольщиков чем это вызвано но по всей видимости это личная неприязнь уже длительная которая сложилась в течение там длительных лет но она есть второе это материальные претензии содольщиков друг другу третье это отсутствие нового жилья кто-то где-то снимал квартиру кто-то жил внутри долевой квартиры вот сегодня у них начинается спор как бы эту квартиру или долю продать и расстаться пожар друг другу руки но к сожалению пока это у них не получается это и некоторые психологические травмы из там детства из давних отношений этих содольщиков ну и по всей видимости это такое залипание в ситуации которая длится уже 5 10 у кого-то 20 лет степень конфликтов достаточно разное бывает ненависть настолько высока что содольщик готов подарить любому иному лицу свою долю в квартире на условиях что его содольщик не будет жить спокойно накал бывает иногда даже такой но полагаю что мы об этом говорить не будем мы будем говорить о более спокойных ситуациях естественно собственник доли который желает ее продать он обращается к риэлтору представляет документы и для риэлтора а риэлторы как правило не любят такие вопросы продажу долевых квартир особенно там где конфликты потому что если квартира в долях но конфликта нет ее продажи ничем не отличается от продажи отдельной квартиры если же внутри есть между садовщиками конфликт вот здесь мы и обсудим и так риэлтору пришел продавец продавец принес документы на какие вопросы должен для себя ответить риэлтор я попробую эти вопросы сначала сформулировать а потом на них ответить итак вопрос номер один всякая ли доля должна быть продана нет не всякая доля может быть продана и должна быть продана например судольщики наслаждаются конфликтом который у них существует уже 10-15 лет они друг другу делают гадости и это у них вошло в привычку без этого не жить не могут такую долю продавать не надо участвовать в продаже не стоит второе много садовщиков два и более у них интересы разновекторные я считаю что за такую долю браться не нужно потому что чтобы продать такую квартиру или долю у вас уйдет несколько лет следующее оппонент или судольщик социально не защищен это либо инвалид либо женщина с детьми я считаю что в этом случае браться за продажу такой доли не стоит потому что купившие долю будут дальше возможно чинить какие-то неприятности тем кто живет внутри следующий пункт я бы выделил если доля купленная перекуплена то есть вы видите ее несколько раз уже покупали продавали с ней ничего не смогли сделать в такую долю идти не надо она скандальная и абсолютно не перспективная для продажи микродоля если мы говорим что эта доля не не может быть определена в качестве проживания например там 1 2 в однокомнатной квартире или там 1 4 в двухкомнатной квартире здесь невозможно определить порядок пользования эту долю называют микродоля ее как правило покупают те кто желает зарегистрироваться в таком мегаполисе как москва иметь регистрацию иметь льготы возможность отправить детей в детский сад и так далее я против этого данная продажей последующая регистрация граждан будет нарушать порядок регистрации граждан по месту проживания будет нарушать экономические возможности того населенного пункта ими или мегаполиса где придется платить пенсию социальные выплаты тем кто зарегистрируется но проживать не будет вот таким образом но и доля если нет доступа у судольщиков квартиру это вызывает много вопросов и эта история достаточно деликатная я не рекомендую браться за продажу таких колей пока судольщики не договорятся и возможно с вашей помощью вопрос номер два а кто купит долю в квартире опять таки я бы выделил несколько категорий покупателей первое это инвесторы то есть человек имеет какую-то сумму денег готов инвестировать ему предлагают интересную долю половину двухкомнатной квартире которая находится в центральной части города он этот вопрос рассматривает приобретает инвестирует таким образом сам жить не собирается но денежные средства его инвестированные его это устраивает таким образом хотя проживает там посторонний человек который там ранее проживал второе приобретают для проживания индивидуального или семейного например опять-таки одна вторая доля в двухкомнатной квартире с раздельными комнатами покупатель приобретает одну вторую долю занимает одну комнату и там семьей проживает третье приобретает для того чтобы в дальнейшем заключить договор ренты с проживающим внутри с удольщиком например квартира где второй с удольщик который остается он возрастной он например имеет инвалидность невысокий у него доход и тот кто приобретает одну вторую долю вправе в такой квартире договаривается оставшимся внутри с удольщиком оформляет с ним ренту выплачивает ему ежемесячно какую-то оговоренную сумму или оказывает необходимое содержание лекарствами продуктами питания и так далее чтобы потом после ухода из этой жизни с удольщика дай бог ему длительного длительной жизни и здоровья он получит эту квартиру за уход за ним по договору ренты еще покупающие это под регистрацию но я сказал что я против мне не нравится когда под регистрацию покупает это нарушает и порядок регистрации граждан и государственный учет граждан ну и дает дополнительную нагрузку на бюджет либо муниципальное образование либо кого-то другого населенного пункта вопрос номер три какова реакция конфликтующего с удольщика который проживает внутри и как с этим быть первая реакция наверное это мне все равно делайте что хотите в квартиру никого не пущу ну и даже если пущу то ничего продавать не буду с вами разговаривать не буду вторая реакция я подумаю третья реакция готов переговором предложите достойный вариант вопрос четвертый как действовать риэлтору в ситуации когда существует конфликт и договориться не удается я рекомендую риэлтору действовать спокойно законно уверенно и последовательно получите доверенность от своего доверителя продавца на представление его интересов это первое второе проведите переговоры с удольщиком который возражает против покупки продажи всячески конфликтует ваша задача построить с ним деловые отношения прийти спокойно переговорить и понять его настроение в случае категорического отказа глухой защиты вы его уведомляете о том что принято решение эту долю продать после этого вы идете к нотариусу и в рамках действующего законодательства судольщика которые внутри уведомляете о продаже доли вашим доверителям приходит к нему данное уведомление он его видит читает осознает вы приходите еще раз доверенностью и говорите николай петрович ну вот прислали вам вот такое дело доля будет продана в любом случае давайте поговорим используйте неопределенность которая существует что будет дальше с этой долей непонятно какие люди заселятся кто эти люди зачем они нужны садовщику проживающему внутри если он идет на разговор пытается найти какой-то компромисс пытается осмыслить ситуацию приглашает риэлтора другого со своей стороны или юриста начинается диалог находится какой-то вариант случае если он категорически не хочет ни о чем говорить не хочет ни о чем договариваться вы продолжаете работать в рамках установленной процедуры установленной действующим законодательством вы выставляете объявление о продаже доли в паблик на один из сайтов для общего обозрения в случае если судольщик отказался от каких-то либо действий либо совместной продажи либо там выкупа предложенной ему доли вы выставляете в паблик и опять приходите к нему с доверенностью и вежливо абсолютно говорите что мы вас уведомили мы выставили в паблик эта доля будет рано или поздно продана и вот здесь у судольщика внутри будет определенный выбор как же ему поступить случае если он категорически против отказывается вы продолжаете реализацию доли выставив ее в паблик третьим лицам ну и там уже как как получится если же он понимает что ничего хорошего продажи этой доли ему не сулит он приглашает риэлтора со своей стороны юриста приглашает каких-то родственников знакомых для того чтобы они участвовали в переговорах и поиск варианта всегда дает какой-то позитивный результат чтобы всех устроить и вопрос номер пять каковы психологические аспекты работы с конфликтующим судольщиком который проживает внутри противодействует вам не хочет говорить я несколько таких пунктов выделил первый это говорите на языке этого судольщика ваша задача понять кто он учитель врач какое у него образование и говорите на его языке кому было ясно понятно все происходящее второе не лгите не обманывайте стремитесь искренне помочь ему найти вариант который бы устроил не только вас но его по всей видимости всех третье станьте переговорщиком станьте тем звеном который позволяет взаимодействовать через вас с удольщиком для нахождения оптимального для них обоих результатов следующий я бы выделил и рекомендовал ищите союзников вашими союзниками могут быть соседи по лестничной клетке соседи по подъезду родственники конфликтующего садольщика все они будут вашими союзниками в поиске оптимального решения который удовлетворит всех и последнее сделайте так чтобы принятое решение являлось победой для каждого из садольщиков чтобы каждый на выходе ощущал что он в этой ситуации победил и получил то что он хотел он получил из этой ситуации максимум и его эмоциональное внутреннее чувство будет удовлетворено и здесь выиграют все поэтому смело беритесь за решение долевых конфликтов смело беритесь решение и помощь с удольщиком и помните добрая воля легкая доля всем удачи и до следующей встречи